Где люди? Здесь. Ну где люди-то? Заходите! Вот сюда весь мир. Вот здесь вот буклет такой. Вологой. Там у нас дверь внутри. А ты закройте дверь. Эти дверь прикреплена. Снимаем, все разбивают. Сквозняк. Я еще посмотрю. Конечно, есть. В Австралии, в Америке. Так они вот в глаза взглядывали. Вот так. Дети-то какие. В глаза взбошли. Да, да никто далеко не на абсолютно, я думаю. Ну? Наш взгляд. Батюшка как вот. Вот еще этого не может быть. Ни в храме часа спасли, где он вышел, на машину уехал. Здесь жизнь. Слово жизнь. Я с этим согласен. Пожалуйста, поглотыки не было. Да, да. А на охоте? У нас 2-го уже недели так нет. Ну мы сегодня поглотите. Поглотите уже на шаге. Конечно. Да. Все, 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 все. У нас еще на охоте не будет. Даже права в руку. Учера ездили сюда. Все, да? Братья, давайте. Пошел. Потом рассматривайте. Все. У нас в Австралийковской галереи. Уникальные картины. А? Уникальные картины. У них какие-то. Профессионально сделаны. Все. Да? Дверь. Дверь, дверь. Да. Ну, немного я подскажу о том, что такое. Мы когда сказали, что у нас потеряевка образовалась в 1818 году. А Кортина в 1825 году. То есть на 7 лет молодец. Возмутили этот Кортина. Не может быть, что потеряешь старший Кортина в Гулазке. Но это не мы придумали. Это не сами. А мы взяли это из архива краеведческого музея в Барнауле. И скопировали там. Вот. Документ, он лежит на столе. В 1926 году в поселке потеряевка проживал мужчин 176, женщин 169. Вот. И всего было 345 человек. В 1926 году это было. Такое. Вот. Это 200 лет исполнилось в этом году. И 27 лет как возрождение поселка. Потому что в 1971 году потеряевки, как говорится, похоронили. Это была такая политика партии. Угруппление сел. Вот. И тогда было. Более 300 деревень только в Атаро в Алтайском крае разрушили. Вот. Но тогда, видите, тогда это разрушение еще не так было очень, кажется, опасно для сельской жизни. Потому что людей переселяли, допустим, признали деревню нашу неперспективно. Как бы. Хотя здесь была молочно-товарная ферма большая. У них ферма была даже лошадей. Породистых выращивали. И в армию поставляли лошадей. Отсюда поставляли в армию лошадей. Вот. Специально было фондовское табу. Допустим, в год исполняется для ребят, приезжали военные отбирали. Потом до трех лет уже приезжали. И теперь из этих этот табун был отдельный. Если всем рабочим лошадям давали овес с мекиной, то фондовским только чистый овес давали. Чистейший. То есть это были на особом не положении, как военные. И в три года их вновь лошадей отбирали. И тогда уже их угоняли где. Все это было. Была птицеферма, свиноферма, овцеферма была. Где-то три тысячи голов было только овес. Примерно так, я думаю, не меньше было. Все это было. Люди были заняты. Две пасеки. Да. Две пасеки было. По сто с лишним семей. Вот. И все. Признали не перспективно. Люди. Люди сказали. Кто уехал? В Коршино. Думаются на центральную усадьбу. Туда перейдут все. Ну люди все разъехали. Кто в Рюбиху. Кто в Павловск. Кто там. По другим городам. По Новым кто уехал. То есть мало уехали. Туда-то людей. Но все-таки как-то сохранились, скажем, кадры. А сегодня что делается? Это по всей России. Смотрите. Деревни сегодня не так, а просто разрушаются основательно. Смотрим все. Сколько было вокруг нас села хорошее. Нету. Вот рядом урывка 10 километров. Когда мы приехали в 1991 году, там была большая ферма. Молочно-товарная ферма была. Другие были хозяйства. Все разрушено. Ничего нету. Там уже осталось то, что было. Меньше половины поселка дома. Более сорока домов забитые. Люди уезжают в город. Наступает время, когда некому будет ни сеять, ни пахать. Потому что молодые сегодня. Будет он пахать. Да что я буду здесь пахать? Неизвестно, что я его получу. А там где-то как-то там в городе лучше. Некому будет. Вот это разрушение сегодня, оно сложнее того разрушения. Потому что тогда еще сохранялись как все кадры песни. Были механизаторские училища, учились. Там и люди оставались. Но было такое даже. Заканчивали 10 класс. И принимали все решения. Все, мы все остаемся работать в совхозе. Учили тракториста. Моя сестра старшая училась в 10 классе. И они уже в 10 класс закончили курсы трактористов. Она получила права тракториста. Уже была на обычном тракторе. Пахать там. Что делать? Это работать. Вот так еще. Старались. А сегодня этого нет. Никто. Как будет дальше? Что? Вот у нас один фермер. Немного. Там 300 гектаров обрабатывает. Ну ладно. Там сын помогает сейчас один. Вот еще они у нас. Более крупный фермер. Евгений Алексеевич. Тоже пройдет сколько-то время. Старая урода. А молодые приходят или нет, Евгений? Да приходят всегда молодые. Просто справедливо говорить, что сама весь уклад жизни насея разрушается. И молодым ребятам жить становится как-то. Не то, чтобы неинтересно. У них цель, задача. И интенсивно жизнь не меняется. Ну, это так. Это так. Жизнь меняется все, говорит. Ведь ей неинтересно стало. Что будет дальше, даже трудно представить. И вот после того, в 1991 году, как-то так получилось, и меня спрашивают, а как вы на это решились? Что вы это... Я говорю, я даже не знаю, как на это решились. Просто как-то время, по-видимому, пришло такое время. Если бы мы начали это в 1981 году, то ничего бы не было. Нас просто бы отсюда собрали и, как говорится, под белые руки и вывели. А здесь как-то так получилось, что я на это брат старший поддержал. Давай, говорит. Ну что, приехал, поставил палатку, давай делать стройматериал. Стройматериал делали сами. Мешали, копали глину ногами, мешали солома, делали кирпичи. Как в Египте зверьтяне делали. Так, все. Ну, нас никто гигнал. Ну, работали, лошади делали. Потом директор соседнего совхоза увидел, что мы делаем так. А мы тянем из лесу. Спилили там осину, там надо было. И веревками тянем, там, пять-шесть человек. Он говорит, а что вы делаете, мужики? Я думаю, у нас нет. Через несколько дней он нам посылает лошадь. Додал лошадь нам. Он продал нам, продал. В общем, по такой, самой низкой. У нас денег, которые нет. Но он продали как мясо, там, по сколько-то там, не знаю, по рубля 30 или сколько там было, там, килограмм. То есть, не шо вот так. Мы заплатили всего там тысячи двести, что ли, за лошадь. Ну, все это официально было. Помогало. Помогало. И мы за лето, за это, построили дом. У нас было хозяин. Двухквартирный дом. И 14 октября, брат Печник, он целый день пешку русскую делает пешку. Дошли до потолка. Уже темно. А днем приехал директор Катникова, Игоник, Валерий Григорьевич. Приехал, посмотрел сюда. Мы ему пожалели. Говорим, ну вот, пешку заканят, трубы нет, не делали, что бы поставить. Ну и все, мы поговорили. Ну что, мы до потолка дошли, трубу бы ставить. А луна уже так светит. Ну, время уже двенадцати часа мне-то было. Ночью. Вдруг слышим какой-то грохот. Страшно. Вот что такое вот это. Грохот с той стороны, как идет от железной дороги. Идет грохот такой. Говорит, это что-то такое. А он, оказывается, на уасихе прицепил трубу от Нори, металлическая. И тянет ее, там грохот такой. И вот он привез на трубу, мы поставили. Мы где-то пол первого уже пустили. Дым пошел, из другого у нас дым пошел. Это на четырнадцатый октября. Это покров Божьей Матери. Мы построили. Печку натопили, уже спать. Ложимся на горячую печь. Нагрели. Вот так вот начиналось все потепенно. Давали объемление во все, ну не во все скажем, во многие средства массовой информации. По первому каналу проходило наше объявление. В аргументных факторах было. В российской газете было. Ну, откликнулось. Многие откликались. Откликались. Люди, да. Больше тысячи было там. Письма приходили там. Но письма были, знаете, такого содержания. Одно было так. Мужики, я с вами. Держитесь, я вас поддерживаю. Но я не могу к вам приехать. Я курю и люблю выпить. А у нас там денег было. У нас там ни курящий был, ни пьяница. Ни вор. И ни сквернослов. Другой пишет. Я это. Ну, я не могу. Говорю, когда обязательно. Говорит, у меня мат вылетает. А другой пишет. А я приеду к вам. А мне должность какая будет? И какой оклад будет у меня? Нет. Квартиру когда-то. А когда мне квартиру? Через сколько предоставят? Хотя во время написано. Каждый строится своими руками на свои средства. Не было средств каких-то. Вот так начиналась эта. Школа. А регистрация как была. Чтобы нам поселок. Местные власти теоретически были против этого. Ни в какую нельзя. Собирается в октябре месяце сессия в Корчино. Депутаты. Трудящиеся. И все. А перед этим иступает директор совхоза. И говорит, что если мы разрешим потерять. И то все фонды из Корчино уйдут в потеряю. Какие фонды? Где они там были эти фонды? Ну, конечно, проголосовали. Все против. Ну, ладно. Мы помолились. Даже что, я уже ноябрь месяц. Скотину убрали же. Корова была. Еще другая скотина. Сестра Санкт-Петербургская. Приехала. Походите. Я собрался. Поехал в Москву. В Москву. Нашел человека. Знакомого. Который депутат был священник. Он слышал такой. Отец Глеб Якунин. Сидент. Он был судимый. Сидел там. И он был депутатом. В то время как-то были депутаты. Знаете, даже и ПТА. По-моему, там были митрополиты. Как-то было такое. И вот меня, значит, провел. Пропуск вывезли. Там по комитетам. Я в сапогах своих по коврам походил. Вот все говорят. А почему не разрешают? Там на земле что есть? Ничего нету. Пустая земля. Заброшенная пустая земля. Люди, ну а почему не разрешить-то? Не знаю почему. Не дают и все. Ну и после этого потом собирается новая сессия уже в феврале месяце. И мнение депутатов изменилось. Уже никто не выступал. Ну, разрешили все. И мы в марте месяце получаем документ. Мы действительно ставили за подпись Сурикова. Он тогда был как председатель Краевого совета. Вот. А потом он стал губернатором. Какое-то время был губернатор Малтайского края. Все. Теперь мы как бы уже отрицаем. Хотя там написано, что всем комитетам произвести свои ответствующие мероприятия. То есть там архитектурный комитет на сельскохозяйстве. Но по сей день ни один комитет ничего не сделал. Только что, ну, сельскохозяйственные там землю выделили. Все. Остальные никто. Сегодня начинается, что дома незаконно построены. Вплоть до того, что всем платить придется штраф. Кто не успел зарегистрировать дом. Значит. Хотя дом уже стоит 25 лет. Он построен дом. За незаконную постройку. Как будто бы здесь какая-то экологическая там охраняемая территория. Что-то. Или что-то вот так. То есть за все годы мы поддержки такой доброй от властных придержащих не получили. Получили только какой обещал бывший первый секретарь райкома. Мамонтовского. Куфаев Александр Алексеевич. Вот он приезжал еще в июле месяце. Еще когда была партия в власти. То уговаривал. Ну вам дадим квартиры. Хотите там вермачихи, брещенском там. Только вы здесь не строитесь. У нас мы вам ничем не поможем. Я говорю, Александр Алексеевич, вы можете помочь. Дайте слово свое, что вы не будете мешать. Вот это я вам обещаю. Правда исполнил. Не мешали. Больше не мешали ничего. Собирали мы где-то что. Ну, начали строить. Дальше уже скотину заводить. Земля. Первые годы мы картошки садили по полгектарам. Продавать город возникли. Меняли на уголь. Скараганды привозят на уголь. А мы картошки. Было такое время, что как-то. Постепенно так начали развиваться. Школа дальше. Как школа учить детей? Это вновь собирается сессия районных депутатов. Решают, дать или нет школу. Выступают все. Многие выступают. Нанимайте своих учителей. Я говорю, а вы что, нанимаете учителей, частных нанимаете? Кто имеет частных? Да никто. А почему мы наши частные? Мы ничего просим. Мы только дайте нам решение. У нас учителя дипломированы. Надо еще проверить, дипломы у них не куплены или дипломы. У нас на сегодня два учителя. Высшей категории и первой категории учителей. Сколько было у нас выпусков девятого класса? Всегда. ЕГЭ сдавали девятый класс. Наши. У нас как бы в Кольщинской школе. Филиал Кольщинской. Учителя в штате Кольщинской школы. Наши все ученики, все сдавали всегда на отлично. В прошлом году трое закончили и все красное свидетельство. Понимаете? Да потому что внимание это уделяется больше им. И у нас, ну, простое общение. Он дома решает задачу. Не может решить. Бежит к Ленину. Анатолий Анатольевна в это время, может быть, стирает или куратит. Я не могу решить. Но она что-то своё дело ему объясняет. Объяснила, как это делать. Все. Он побежал домой. То есть, такое семейное, скажем, общение. А в городе где-то или где-то не побежишь. Так, учителя-то на квартире. Понимаете? Поэтому и лучше усваивается материал, который им преподается. Ну вот, со школами. Мы часто думаем, обращаться или нет за помощью вас поддержать. Я сегодня больше убедился, что нет. Лучше обойти и не обращаться. В прошлом году мы обратились. А как бы нам, ну, вроде бы стала угроза. Там сказали нам просто, может быть, школу закрыть. Потому что мало учеников. Мы как-то так не подумали. И составили прошение. Я в Министерство образования обратился по заявлениям туда. И что началось? А началось и по сей день еще не закончилось. Что началось? А в каком вы здании где учите? Да мы уже учим 20 лет. У нас уже люди, которые родились здесь, выучились, уже высшее образование закончили. Ну какая? Терменская школа. А она принята или нет соответствующими органами? Да нет, я не оформлял. Даже мы не оформляли это здание. Это здание был каркас полуразрубной стены бывшего колхозного клуба. У меня есть документ. Когда был то, депутаты Косковского совета передали мне каркас этого здания бывшего. Вот 20 лет были стены эти стояли полуразрушены. Мы восстановили, я сам строитель и солист. Восстановили все это сделали. И вот вы видите, что сделали. Там храм половина, школа у нас там два класса. Так началось и нет. Нужно оформить по всем правилам здания. Потом как-то его в аренду сдать. А у вас, ага, теперь двери там или нет. Там двери сделано началось. Печка там. Печка там. Это может пожар быть, что печка там стоит. Это всегда так было во всех домах. Ну деревья. Мы помним учились. Я учился, когда в школе то время. Печка стала. Ну как и фермины. Эту печку, когда круглая такая была. Контрамарка. Облетим эту печку. Греем все это. Всегда так было в деревне. Ну где? Какое там? Ну вот так вот. И началось сейчас. И вот всю зиму обожаю. Еще не можем оформить. Никак. Поэтому я думаю, нет. Лучше не обращайся. Как-нибудь так потихоньку. Делать свои дела. А к властям обращаться очень опасно. Обратились. Думаю, поможем. Помогли они. У нас было просто то же, что уже осенью вроде все. Учителей сокращаем там. Сокращаем на каком основании в школе? Учителя в высшей категории учительства. Что там хватает? Учителей нет. Не хватает там учителей. А на каком основании? Вот там проговорилась она. Мы, говорят, давно прикрыли. Но нет причины. Закончили вот оно. Трое закончили. И все с красными свидетельствами закончили. А в Кольщинской школе ни одного нет. Что еще? Ну, нет никаких. И вот не знаю, с чем это дело закончится еще. Что будет дальше? Школу. Ну, стройте. Кто, где есть? Какое? Город или что? Родители сами построили школу. Я думаю, немного там где есть такие. Оно может быть и с другими зданиями незначительно. Но даже каждый прикинь. Сколько? Я покупал лесу тогда 66 кубометров. Лесу. Только вот на одну школу. Сюда. На одну школу. Здесь брусья, там потолок, там крыша. Все это. Вагон лесу. Купи вагон лесу сегодня. Кто-нибудь. Сделай что-нибудь. Да кирпичи все. Труд мы не считаем уже. Труд это наш. Здесь все трудились. Приезжали помогать мне с Тюмени. Друзья приезжали. Потому что я там служил. То есть верующие приезжали. С Тюмени приезжали. С других мест приезжали помогать. Ну, вот так, по милости Божьей, мы 27 лет уже. Прожили. Каждый сегодня-то легче уже. Каждый держит какое-то свое подсобное хозяйство. Есть небольшое фермерское хозяйство у нас. Игорь Александрович Барабаш. 300 гектар. Вот. Сейчас где-то нет. Все уже отходы там или что-то мы. Ну. У него. Покупать берем. Значит. Кто помогает там убирать. Допустим на уборке или на селе. Кто договаривается как-то. Может там отходами там или там заплату как-то. Это бывает так, что помогает ему. Ну, вот такое вот. Вопросы какие-то у меня есть. Что-нибудь неясное или что. Для разъяснения. Тогда я зачитаю вам. Мой друг. Отец Иоанн Суворов. Мы вместе служили в Омске. Вот знакомились там мы в 78-м году. В январе месяце. И вот 40 лет у нас продолжается это. И он прислал нам такое поздравление. Дорогие батюшки, отец Иоанн Игнатий Тихонович. И все жители поселка Потеряевка. Примите наши поздравления. И на лучшее пожелание 200-летие вашего поселка. Заодно вот через другими кругами даты. 50-летие вашей совместной жизни с матушкой Людмилой. Еще 40 лет, как мы с тобой познакомились в доме епископа Максима в Омске. Весь день будем праздновать сколько лет. И свадьбу золотую можем берить. Сколько было братьев и друзей, но Господь нас с тобой соединил такой длинной и крепкой другой. Сколько еще Господь даст нам земной жизни, ведомо только одному Господу. Пусть всегда Христос будет посреди нас. Возрождение вашего поселка 27 лет назад полностью принадлежит Божьей милости и вашим трудам. Именно Игнатий Тихонович и тебя дорогой мой собрат отец Иоанн. Ты всегда был и остаешься желанным гостем нашей семье, как мы с матушкой, так и все дети наши. Истинно рады твоему приезду. Многое можно вспомнить, что было за эти 40 лет. Ну а сами теперь о приличной встрече насладимся взаимным общением. Я не буду упражняться в красноречиях в своем поздравлении, а пожелаю из души всем сразу жителям вашего поселка. Облетитесь, как избранное Божие, говорит апостол Павел. Святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно. А если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы более всего обретитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Так пожелала посла Павел в колоссской церкви. А еще всегда радуйтесь. Господь близко. И всегда-всегда благодарите Господа, что Он расположит к вам, владыку митрополита Сергия, не попояса ведь при всех бывшей травленной Игнатии, и вам приезжать, служить у вас и оказать всякую приязнь и охармлением. Я уверен, Дум Божий посевает на нем. Я пою ему и все ваши общины много лет. Вера ваша, я уверен, не поколеблется ни от каких притеснений и гонений, и ни на какие горькие разжирования ее не затуманит. А те огромные труды выдающегося миссионера и богослова Игнатия Тихоновича принесут достойный плод его сияния, благодарностью оценятся будущими еще не рожденными поколениями. Этим и прославится ваша потеряемость. Что вот жили и трудились в поте лица, исключительно своим трудом себя и других еще кормили. Но главное другое. Пусть на каждом жителе потеряю. Исполнятся в будущем слова святого апостола Павла из послания к Тимофею. «Подвигом добром я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, которую даст мне Господь, праведный Судья, в день Оны. И не только мне, но и всем возлюбившим Евгений Его с братской во Христе любовью, Протеи Иоанн Суворов. Простите, если что не так написал. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь. 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 Евгений Алексеевич, я дорогие семьи, я от этого позываю с завлеканием. Надеюсь, что вы меня просто завлекаете. Евгений, пойдем по блюду, чтобы я слышал. Я от всего сердца, от всей души поздравляю вас с праздником. Очень важная дата – 200 лет. Очень важная дата – 27 лет. Я первый раз отца Якима увидел весной 92-го года. Он меня, наверное, даже не помнит. И я удивился настойчивости, терпению, целеустремленности того человека, который взял на себя такую нелегкую, нелегкую ножку. Вот то, что за 27 лет сделано, то, что восстановили деревню, то, что в такие трудные годы, при такой власти, как сто лет назад потеряли мы Россию. И сейчас живем, как партизаны. Как батюшка правильно сказал. Что при коммунистах, что сейчас, кратучись, прячась на своей земле, отстаивая свои права. Как эту власть можно по-другому назвать? Только оппозиционной. Потому что во время войны партизаны так жили под фашистами. И хотя она маскируется, мимикрирует, под то, что депутаты из народа избираются, мы депутаты, они все управляемые. И батюшка абсолютно верно сказал, что мы потихоньку сами, без участия государства, что-то делаем, и там где-то что-то получается. И не благодаря государству, а вопреки государству. И вот пока так в те времена довелось жить, что государство нам не помогает и только мешает, я хочу вам пожелать терпения, бодрости духа и всем нам благополучия и мира, чтобы наша жизнь дальше продолжалась. И самое главное не то, что мы материально что-то здесь сделали или не сделали, а то, что самое главное заложили в души людей. Вот этих ребятишек маленьких, которые всегда приезжают, смотрю, вот наше будущее, пока такая деревня есть, пока такие люди есть, такие дети растут, воспитываются, Русь остается святой. Я так думаю. Может я ошибаюсь, я человек светский, невоцерпленный, но для меня очень приятно и для меня очень важно, что рядом со мной живут такие очень хорошие русские люди, русские по духу. Национальности могут быть разные, дух русский. Большое спасибо вам за то, что вы есть. Мы тоже, Игорь, я очень рады, что оказались в соседях с тобой. Глядишь, когда дорога, то грейдером ты прочистишь, но мы стараемся сегодня. Мы же тоже выстроили на что-то. Сколько у вас гектаров сегодня? 6700 гектаров. Мы с ребятами, когда работаем, а там же люди-то тоже разные есть. И кто-то выпивает, и курит. И я всегда, в пример, привожу вас, ваши отношения между собой. И народ потихоньку, помаленьку, меняется все равно. У нас сейчас уже большинство курить бросили. Выпивать намного-намного реже стали. И вот как-то добрее друг к другу отношения стало у нас в коллективе. Я смотрю на это. И вот это, наверное, самое главное. То, что мы сто лет назад потеряли, то, что Россия в гражданскую войну скатилась в протоубийственную. И она, по большому счету, еще и сейчас не закончилась. О чем батюшка говорил. Наши же братья, наши и гнобят, можно сказать. Которые работают в государственной власти. Я очень много читал, то, что Игнатий Михайлович писал. Очень много общаемся. И в интернете смотрю все. И чувствую, что мы друг друга очень хорошо понимаем. В этом плане. Может, я в чем-то ошибаюсь, конечно, взгляд у меня немножко другой. Но я думаю, что у нас есть правительство. У нас есть правительство. Поэтому еще раз с праздником. Дай Бог здоровья. Всего-всего самого-самого хорошего и доброго. Мне в 92-м году, я в Турцию завел в администрации, один говорит, «Вы скажите, мы не поймем, что вы затеяли? В такое время, когда все разрушается, мы говорим, или вы дураки, или какие-то провокаторы что-то. Что вы, для чего затеяли, мы говорим, еще не поймем даже». Я говорю, «Мы сами не знаем, что будет, но у нас есть помощник. А кто?» Я говорю, «Ну, стой Бог. Помощник». Мы на него надеемся. Он сразу говорил, что кто-нибудь там где-то был. Было с этой рукой. Влазниче неинтересно себя ведет. Когда пришел Александр Богданович Карли, нашим уже теперь бывший губернадом, и получилось так, что проходил съезд фермеров, и мне попросили, чтобы я выступил. Я своими простыми словами рассказал, в чем проблема нашей жизни. Это был 2006 год. И народу понравилось очень. А он потом, как мне потом рассказали уже, поручил соответствующим службам исследовать, где, кто мне речь написал, на кого я работаю, и вот какие-то подвохи в моей деятельности искать начал, о чем батюшка говорит. Это вот красноречиво характеризует отношение власти к простому народу, к простым людям. Они слышать не хотят. Вот наш президент нормальный, хороший. Вроде народ-то слышит, и народ-то ему откликается. В общем-то, любит президента. Но вот всех людей, которых он вокруг себя собрал, получается так, что они мешают нашему народу жить, что ли. Такое впечатление создается. Он понимает, как за все это, как это еще стеренка ликуется, остановить руками или не остановить. Ну да. А она потихоньку зажимает. Кто попадет, то его сминает, выбрасывает. Так что еще раз. С праздником! Дай Бог здоровый Господи! Тебе успехов! Спасибо! Так что отец Евгений говорил, я хочу обобщить. Знаете, вот по-человечески рассуждать, по-человечески ничто человеческое не чуждо. Тут все понятно. Но мы должны с позиции вечности рассматривать. Ибо видимое временно, а не видимое вечное. И мы уйдем, у нас никто не вспомнит. И вот мы читаем последнюю книгу из Святой Библии, Откровение. И Господь говорит, его попозван был Господь Иоанна. И Он говорит, никто не мог прочитать. И я много плакал. О чем плакать? Книгу никто не мог открыть и прочитать. Я не просто плакал, а много плакал. И тогда в течение пришло, что есть тот, кто откроет. Знаете, Откровение считается. Ну, погиб по Тиас, мать, понятно тут. Я не мог понять. То есть заглянуть в будущее нам не дано. Но потому, что делается сегодня, понятно, куда, говорит, дорожка ведет. Вот таких сел, которые совершенно до одного человека исчезли. У меня устаревшие данные, это лет пять назад было. Двадцать одна тысяча. Батюшка не все перечислил, что здесь есть. Какие спинопермы были. Здесь вообще все такое было. Всего людей это мало было. Знали, как. Отец у нас инвалид без руки. И мог пастухом. Конкурс на пастуха был. Ну, десять ребятишек. Без руки десять ребятишек. Фронтовик. Десять ребятишек. Было это двенадцать. Сегодня у мусульман в среднем на семью восемь целых одна десятая. У русских европейцев одна целых восемь десятых ребенка. Еще дальше-то. Ну, вы знаете Дмитрия Несмирнова, священника. Можно назвать правой рукой патриарха. Здесь будет жить другой народ. Другой народ будет жить. Мы ездили с миссией от Владивостока до Лиссабона. От Тихого до Атлантического океана. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север. Мы нигде не видели вот того, что у нас есть. Какое приближение к земле. Это примерно метров сто в любом месте, где бы ни был, зашел свалка. Ну, когда дорога едет, посмотрите что-то. А где такое есть? Нигде нет в мире. Нигде. Самое главное, что в стране есть специальности перебирать. Первое, это сельские тужи, чтобы поесть. У Атама было, чтобы поесть. А когда согрешил, текстилка заработала. Надо одежду, прикрыться. Ну а дальше? А дальше выгнал Господь, надо стать пещером, строительным. Строительным на третьем месте. Надо разуметь, во чем речь идет. Сегодня сельское хозяйство умышленно, умышленно просто разрушается. Приходят сведения, патриоты такие, русские, где-то в Аргентине, все знают. Приезжают, душат буквально, сжигают. Что-то и не делают. А можно поправить? Мы приезжаем, а что вы приехали? Мы говорим рассказать о Христе. У меня 38 томов вышло только в печатном виде. Да еще 7 томов в интернете. Вы не это возите, вы автоматы нам везите. А то предательскую, жидовскую, масонскую власть свергли. Я говорю, нет. Мы заслужили то, что есть. Ни евреи, ни масоны, никто виноват. Зло человеку, никто не причинил битам за то, кроме его самого. Вот с этой позиции мы должны и говорить. В данном случае, потерявки не будет через год. Но мы оставили свидетельство. Примерно сказать, что жить можно в этом раздрае. Выгодит инфляция. Я сейчас любого могу спрашивать, никто не знает. Какая инфляция? Определенная цифра. С 91 по 97 год – 10 тысяч 70. А почему я судился за возврат, когда был реабилитирован? Я вернулся все в 87-м из тюрьмы. Молить или попало нельзя было по домам. В 87-м. А реабилитирован был только в 92-м. Но как ценили людей, которые из плена приходили. Вспомните? Как казкий пленник. Когда жили и костыри были. Как братцы все. У нас из плена кто возвращался – все предатели. На 10 плен кулак. Девятая единственная была за всю мировую войну, которую угнал немецкий самолет и пленных с собой привез. Новейших конструкций бомбардировщик. И что-то просили на 10 лет. Почему это все умышленно делается? Но откуда вы это знаете? Пищать, считать. Я привожу слова не какие-то. Патриарх Алексея Второго. В Верчинский ушел. И он говорил. Моя самая большая пища – это исчезновение нации. И далее он переводит списки. Я хочу обобщить просто. Теперь пишет сегодня. 10 тысяч сел, которые дышит на лады. На лады – это означает два человека, один остался. Пока один человек живет, село не закрыто еще. 21 тысяча сгинули. Действительно подходят. За следующие 15 до 31 тысяч. Эта статистика показывает. Дальше-то что? Национальная безопасность. Какая безопасность, когда все из-за границы тянут? Поесть нечего. У японцев маленькие участки. Гектар, полтора. Но чтобы рис сеяли. Ниоткуда нет пол. У нас свою рис. Здесь, вот где едете мимо, здесь ЛЗ было для несчастных случаев, войны. Зерон наполнен. Сейчас нигде еще нету. Одним днем все живут. Я говорю для того, чтобы осознали это. И не пытались это сказать. Я против, там, виноват, там, президент. Это все предыдущее. Все делал для того, чтобы исчез трушеник. Когда в разговоре с Черчиллем, он спросил Сталина. А во что пошлась коллективизация? Он растопырил пальцы, говорит, и бросил. 10 миллионов. А кого? Твардовский Александр, говорит. Он репрессивный отец у него был. Зарел, зарел, смыкал. Мужик смыкал. Как жили? Самых лучших трушеник, куда в кулак, на рыб. Не успевали заливать. К нам приезжала потеряева. Она, фамилия потеряева. От основателей идет. Через 74 года вернулась. Едатия Титовна. И она рассказывала. Как их везли. Сколько дороги умирали. Привезли. Столкнули на мерзлые землики там. Все. И дальше, как хочешь, спасайся. И мы, говорит, хоронили в одну могилу многих. Это все не где-то, а напечатано было в газетах. Она дала интервью здесь. Она здесь была. Уже потеряли. Здесь делится фамилия Рыжкова. И вот наш пруд отсюда, полкилометра. В последний день так называется Рыжковский пруд. Она показывала, где у нас, говорит, вот здесь дом был. Этот дом, этот дом был для гостей. Вот здесь был двор для техники. Ну хотя там лобогрейки какие-то там. Еще как-то называли. В то время техника была. Вот этот дом был. Конюшья была для рабочих. А этот для выездных лошадей. Жили там. Вот это вот она. Ей там было лет десять, когда она... Я расходил. Она еще жива. Я девяносто, наверное, два года. Когда брат заехал, дождь ее... Она жалуется ему. Дождь меня, говорит, не любит. Два года назад отобрала, у меня косую не дает мне сено косить. Мне было девяносто девять, когда посетили ее. Девяносто девять. Священники мне такое честь, оказывается, проведут. У них утешение какое было. Они были из беспоповцев. Старобрядцев. А теперь они приняли церковность, священство. Я хочу чуть-чуть продолжить, чтобы знали о чем скормить перед Богом. Мне пришлось по приглашению быть в Америке. Вот как раз митрополит, который сейчас есть в Алионе. И они рассказывают. Я там был уже на Номельском монастыре. Вот у них надо что-то проверить. Они проверяют тогда, когда люди на обеде, чтобы не оторвать от работы. Да у нас когда кто с этим считался? Вообще-то же мы понятия этого не имеем. Монахи в это время отдыхают, потому что утром нет молитвы, отработались. Теперь спрашивают, а сколько у вас земли? Столько правильно, столько-то. Налоги платите? Ну, как всегда платят. Когда в последний раз вы сеяли? Да нынче засеяли. Так, договариваемся. Сеять больше вы не будете. Представьте, с этим известным у нас что сегодня? Глаза в разбежку. Ну все, кончилась жизнь. Не отговорим. А сколько вы получали? Ну, государство отдавали, платили столько, а остатки продавали. Так, они все записывают. Так, теперь в банке получите. Три года к земле не прикасаетесь. Вот сколько вы получали за землю? Везде. Вот умножьте на три и получите деньги. А за что? За что? Чтоб земля отдыхала, набралась силу. Сумасшедшая нация какая-то. Как так? Ничего не съевит и платит. Кто слышал, это Америка сегодняшняя? У нас один дружин сельскохозяйства, вот Игорь Барабаш, Игорь Александрович, он кормит семь человек. В Америке тридцать шесть. Все-таки большая разница. А почему? Техника, отношение к этому. У нас миллиардеры, как поганки растут. Миллиардером стать никто никогда не может, если он не ворует. Сегодня об этом говорят генеральные секретари, а ничего не делают. Ну как, в прошлом году появилось 18 миллиардеров, это на доллары. А как богател человек? Ну как их, мы считаем, как Авраам. У него было три коровы, теперь терят всех живых. На следующем год он больше. И вот так передает сыну, и постепенно он стал богаче всех сынов Востока. А здесь как? Вы знаете, под инициалом у папы Березовских. Основное имя, фамилия его там есть. И он говорит, когда я встал, говорит, в Америке все это распределяли наше богатство здесь. Здесь российские 72 года работали, его надо разделить на Израиль и на Америку. Я, говорит, выглянул в окно и смотрю, 2500 грузовиков стоит. И я понял, все это мое за одну ночь. Тогда генеральный секретарь был в прокуратуре, Скоратов. И он сказал, а почему ты, Борис Абрамович, не хочешь поехать в свою родину историческую израиль? Или еще чего? Каждое утро просыпаться и думать, как 6,5 миллионов, думать тебя обмануть. Это он о своей нации говорит. Это опечатывает газета. Русский человек таким не был. Вы услышали? Вот мне нужен грейдер. Я сразу звоню. Женя, у меня нужен. Разговоров нет. Сейчас он говорит, чуть-чуть упор ушел. Сколько на дорогах было, сколько он нас помогал. А он сам нуждается, кредиты берет. Русский человек всегда отличался от других. Во-первых, это вот свобода и обось небось, ну и доброта вам была известна. Вы знаете, кто Гитлер остановил под Москвой? Бросили самые лучшие части Сибири. Они и без полушу как бы свое дело сделали. Это в Сибири нас так гнобят. Когда мы начали в 1991 году, в это время на Алтае сорняками поросло совершенно невостребованное. Один миллион двести тысяч гектаров было. Миллионов. Сейчас маленько подбирают где-то. И поэтому я говорю для того, чтобы узнали о чем молиться. Ну а что изменится? Не автоматы, как нас просили привозить автоматы. Нет. Изменят наши отношения. В первую очередь в своей душе. Вот патриарх об этом говорил. Патриарх Кирилл проехал, когда вернулся с востока. Кирилл. И он говорил, состояние духовной развалины церкви. А сектанты все захватывают. А почему? Батюшки, в первую очередь касается вас. Что посеешь, то и пожнешь. Люди не знают православия. Православие отличается широтой души. Вниманием, почтением к священникам. То есть это все было, все порушили. Как мы сказали, поселиться может кто не лжет, не пьет спиртной, не курит. Ну это и наркотики все. Не матерится и не ворует. Крайовая администрация мне сказали. У нас, Крайовая администрация Алтайского края. Ни одного нет, чтобы у вас поселиться. Полторы тысячи пришло к нам заявок. Это аргументы по акту узнали. Мы везде писали. Приехало три человека, поселился один. Да и тот на исходе уже. А почему? Своими силами надо построиться. А что такое строиться? Вот он стоит в зале. Знакомый нам. Алексей Васильевнов. Сколько он уже строится? Сколько вложений? Сегодня это практически невозможно. Один приехал, мужик. Деньги есть, чай есть. Ну честно, я говорю, потерюсь. Как только огневость из меня матерки вылетает. Я не для вас. А я говорю, а почему в кровать это нет? А мы в статистике врем все время. В первую ступеньку не прошли. А второе, у нас женщины матерятся. Это никакой не секрет. А уж курить. Когда меня в тюрьму привезли. За мной не следили. Там КГБ. Старались как-то облегчить мои состояния. Куда вас поместить? Я говорю, где не курят? 3700 человек. И говорит, ни одной камеры в нем не курили. Вот, пожалуйста, вышел. Он изменился. Поселиться не может. И своими силами никак. У меня брат узнал, какой лес продают. Он поставил столбы. Он бетонщик, все это знаете. Сварщик сам. Шесть. Приехал. Деньги заплатил. Приехал. А брусьев пять метров. Да что мне теперь делать? То есть обман на каждом шагу. Среди хороших брусьев привезли Вере Федоровне пять, что ли, брусьев. Гнилье. А обменять никак. Так. Мы от меня здесь купили. Лес все. Заложили. А они завтра, значит, вытащили, сверху гнилья натолкали. А мы послали. Это не сами другие. Привозят гнилье. Почему? Ложь. Человек это не тот, который был до революции. И который сегодня. То есть систематически уничтожалось самое честное, предательское, лживое. И теперь вот на этом основании строить. Мы показали пример. И здесь может трудиться. Вот мы приехали. Вот это корреспондент местной газеты. Вот нужно сказать. У них там Ритунский был, Владимир Васильевич. Он приезжал за два года до начала восстановления. С восемьдесят девятого года. И Влад Галенко. И они тогда печатали. Я узнал, бесправно жить нельзя. Мои слова он потребил. И все эти годы он приезжал. И ни разу, нигде не солгал. Для журналистов это находка. Представьте. В то время, когда она власть жучила, как говорят. А он приезжал. И ни разу, нигде не солгал. Вот образцы сегодня, они есть. Где-то появляются каким-то образом. И батюшки знайте такого, который и все делает, как должно быть. Будет пример. Так что будет всего лишь маленькая искорка, зарождающаяся Россией назвать. Даже Бог его знает, так или нет. Все. Всех приглашаем на трапезу. А после будет здесь небольшой концерт. Приготовили дети там или просто. Сейчас. Так что, пойдите, забирайте. Еще не идем, сидим. Вновь. Процесс от доля. Потом посмотрите здесь фотографии. Постанавливайте. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...